Здравствуйте, Александр! А вы сегодня без скафандра? Как вы заметили, я сегодня тоже без скафандра. Подлинные факты о работе в космосе, истории жизни космонавтов и шутки. Все это переплелось в лекции от Александра Мисуркина. Еще в детстве он решил побывать за пределами земного шара. И сейчас, уже как профессионал, с удовольствием отвечает на порой наивные вопросы. Одни ли мы во Вселенной? Часто ли мимо пролетают метеориты? Чем обедают астронавты и как наша планета выглядит с той стороны? Кажется, что если Солнце однажды утром проснется и будет встанет не с той ноги, и так просто посмотрит серьезно в нашу сторону, то она этим взглядом просто сдует атмосферу с нашей планеты, как с одуванчика. Настолько она, во-первых, прекрасная, уникальная в этом бездонном, не очень живом космосе и действительно хрупкая. Нет ничего невозможного. Этот принцип Александр не только доказывает собственным примером, но и старается вдохновить на свершение слушателей. Когда я понял, что я хочу стать космонавтом, слава богу, что в моей голове не возник вопрос, неужели это действительно возможно? Наверное, если бы он возник, предположительно, я бы сказал, ой, наверное, нет. И тогда бы я даже не попробовал. И вот это самое главное, не говорить себе нет. Все возможно. На орбите космонавты занимаются не только научными экспериментами, но и спортом. Например, Александр профессионально занимается бадминтоном. К слову, своим увлечением он заразил коллег. Матчи они проводят прямо на МКС. Послушать историю мальчика, который мечтал полететь к звездам, в Центр современного искусства пришли 300 мурманчан. По словам космонавта, так много слушателей на своих лекциях он еще не видел. Каждый из обучающихся в Академии госслужбы увлекается в той или иной степени темой космонавтики, полетами в космос. И мы не могли пропустить такое мероприятие. Ну, это очень интересно, посмотреть на мир с другой стороны, посмотреть на то, как там все происходит, как там живут люди в открытом космосе и как они работают. Для каждого встреча оказалась полезной по-своему. Кто-то удовлетворил свое любопытство, встретил кумира, а кто-то получил мощный заряд мотивации. Евгения Гречуха, Борис Савельев, ТВ21+.